Друзья, всем привет! Очередной тур КПЛ. Сегодня матч с соперником, у которых представлений можно сказать не нуждается, потому что потому что да, потому что сегодня мы играем с Атрау, с этой командой были разные матчи там битвы, ошибки судей всякое было подогревы в тиктоках, обе их команд тоже перед каждым матчем присутствуют. Ну и сегодня мы обязаны их выбрать, так как у нас уже права на ошибку нету, можно сказать каждый тур команды из нижней части набирают очки, нам тоже нужно это делать и должны побеждать сегодня, но это не казужа, рассмотрите до конца и не перематывайте. Что касается личных встреч, я думаю тут не важно какие были результаты, важно какая была игра, последние матчи были очень интересными, обилие голов и все такое, надеюсь сегодня это продолжится, но забивать будем мы. Игорь Негода Салам алейкум! Привет! Как хочешь, окрепный? Салам алейкум! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы сейчас не пропускать в разделку, потому что психологически это может очень сильно сказаться. Надо брать этот мяч. Да, все не так просто у нас. Всегда какие-то трудности возникают, но это футбол. И не дотягивает слабанцев совсем чуть-чуть до этого мяча, и это 2-1. А Турау еще остается в игре пока что. И второй тайм обещает быть очень тяжким. Очень тяжким. И не падает чего ждать. Нам в любом случае нужно дожимать эту игру, потому что победа нам в любом случае нужна. Тем более в таком матче, когда 2-0 ведем, и куча моментов нереализованных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй тайм стартовал. 2-1 также. Замены провели от Турау, и причем приличное количество. Две, по-моему. Еще одна желтая для игрока от Турау опять. В этом матче нам обязательно нужно дожать. Не знаю, победа нужна Крофизносу. И дальше уже будем смотреть, что там по таблице. Но матч нужно закончить с позитивным результатом. Неплохой стандарт. Не так далеко от штрафной. И под левую бушмана как раз. Можно сейчас придумать. Рикошет небольшой помешал, и на прямом мяча немного изменилось. Прямо в руки Аэропетяну. Тут без комментариев. Даже не знаю, что можно сказать по такой ситуации. Нельзя к Маркиншу, и не может он забить. Уже такую игру подряд. У него есть моменты для этого, но не хватает чего-то. По большей части, это удача. Рибращаг�. Рибращаг Абша. Рибращаг. Время! 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 Я очередной желтой отгрызал. Уже не знаю, какая по счету. Третья или четвертая. Очень хорошо было, но не прочувствовал подио в этот момент. Было вообще неплохо. И еще один удар. Подио. И это перекладина. От подио. был шанс сделать дубль и отлично подача Мульдинова прям в голову подел даже не пришлось ему там кого-то опережать и перекладил там уже Рокетян все был отыгран полностью не доставал этот мяч да 3-1 бы сейчас было просто волшебным результатом и поменяло бы многое но до сих пор счет 2-1 уже около середины второго тайма и это для него вторая желтая это удаление в меньшинстве остается от Рау Боряна, я заменула нас Топавов и подиума уходят, а уходит Тихановский и Дарк и Зорич возвращается после травмы секунду назад у Абанцев нас спас очень серьезно нельзя, да, в большинстве нельзя конечно моменты допускать такие у своих вороты и это сейчас могло все закончиться очень плохо и еще один угловой от Рау почему-то они сейчас давят аниме а вот и 3-1 это Юра Бусман нельзя давать ему бить что же он творит в последних матчах настоящий Калеодор на Жботе не играет в атаке поразительно, да? такие мячи нет слов, одни эмоции сумасшедший матч и еще играть 5 минут это бездобавлено но сейчас уже можно выдохнуть и спокойнее играть потому что потому что что? да потому что мы мы сделали все до того чтобы спокойно закончить эту игру ой 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 Рапитян сейчас забрал мяч только что у Лабжанидзе Лабжанидзе должен был забивать в этом моменте 6 минут Кучин добавляет кстати говоря к этой игре и это вторая красная и вотрау в этой игре совсем не интересная Не сдерживают эмоции, опять пытались ломать Зорича, этого нам еще не хватало, это будет совсем обидно. И это победа. 3-1 и мы в игре. Игра была, несмотря на счет, тяжелая. Хоть мы 2-0 повели, но не зря там топовые тренеры европейские говорят, что когда 2-0 проявишь, это самый плохой счет. Потому что опускаешь один и уже так, психологически некомфортно. И ты не понимаешь, то ли тебе еще забивать, то ли надо счет удерживать. Поэтому хорошо, что забили во втором тайме. Конечно, не сразу, но в конце это сразу полегче стало психологически от этого. Так, несмотря на такой счет, еще раз повторюсь, что тяжело было. Ну и вся эта ситуация нагнетает, когда под вылетом сидишь. Даже в зоне вылету мы были, по-моему, перед игрой. Почти пенальти отбил. Ты гадал или помечил? Ну нет, я не гадал. Я знал, что он бьет туда. Просто сильно пробил. Ну если плохо пробил бы он щекой, то я думаю, достал бы атаку. Плотный удар. Ну хорошо ударил. Ну и какие эмоции после такой игры эмоциональной? Да, эмоций пока никаких, если честно. Потому что все на поле оставили. И по идее надо радоваться, но выхлочены все полностью психологически. Значит хорошо поработали. С победой и удачей там в Уральске. Скоро, пиши тебя. Давай, приезжай. Продолжение следует.